интервалы в 3 часа, они его нормально соблюдают, не говоря уже о более старших детях. Ну и порочный круг перекусов, он формируется не только у детей, но и у взрослых. Далее развивается инсулинорезистентность. Вот на втором нижнем графике вы можете видеть, что чистые промежутки в дневное время практически отсутствуют, потому что постоянно работает инсулин, как я уже сказала, 3 часа примерно, ну 2,5 должно проходить, пока вот инсулин полностью отработал. Это у здорового человека, а у инсулинорезистентного этот период еще чуть растягивается, то есть до 3,5 часов. И если он не выдерживает его, то есть через час там опять же сладкий чай выпил, потом там еще что-то, еще что-то, у него постоянно синтезируется вот этот вот инсулин, постоянно его держит. А дальше это воспаление, диабеты и всякие прочие неприятности. И вот совсем маленькое-маленькое тут пищевое окно ночное, а утром проснулся и снова ест. И вот когда высокий уровень инсулина, вот видите, он один перекрывает сразу 4 очень важные процесса. Это процесс липолиза, то есть процесс расщепления жиров. Когда у человека повышен уровень инсулина, неэффективно расходуются жировые запасы. Да, я вам больше скажу, неэффективно расходуются и даже запасы углеводные, запасы гликогена. То есть как у нас в норме происходит? Мы съедаем что-то углеводное, эти углеводы превращаются в глюкозу, глюкоза в печени и мышечной ткани преобразуется в гликоген, и это, по сути, наш запас энергии на день. Ну или на определенный период. Вот это наша энергетическая батарейка. И вот в периоды вот этих чистых промежутков мы как раз-таки вне участия инсулина используем вот этот вот гликоген. Когда гликоген не осталось, то есть он снизился до критичного минимума, идет процесс расщепления жиров далее. Да, а если инсулин есть, то ни то, ни другое не идет. То есть эти процессы перекрываются. Более того, инсулин способствует липогенезу, то есть новое образование жировых клеток или росту жировых клеток. Поэтому мы мало того, что ничего не тратим, мы еще умудряемся как бы накапливать. Глюкогенез тоже идет плохо, то есть новое образование глюкозы из белков, допустим, или в принципе там из жиров, и неадекватно, скажем так, ведет себя мышечная масса. Вот, то есть она ничего не расходует. И, ну, в общем, все, дальше развивается ожирение. Чего нельзя делать, когда человек соблюдает чистые промежутки? Думать о еде. Но если вы человеку скажете, не думайте о еде, это то же самое, что попросить его не думать о белой хромой обезьяне. Во-первых, белых обезьян не бывает, а если она еще и хромая, то это да. Потому что когда человек не знает, что он будет есть в следующий прием пищи, он начинает фантазировать, он начинает думать, он начинает придумывать, ой, а что бы мне такого вот съесть? Он разжигает свой аппетит, и в итоге он может сорваться. То есть чистый промежуток у него может сократиться. Поэтому мало человеку внести в календарь, да, вот эти вот время приема пищи, чтобы он точно знал, во сколько он будет есть. Ему еще и нужно как-то составить план питания, создать себе пищевую корзину на неделю вперед, чтобы он точно знал, что вот у меня есть вот это, вот это и вот это. На завтрак я буду есть вот это, на обед это, на ужин вот это. И питание должно быть, ну, условно скучное. То есть, как вам объяснить? Оно должно быть разнообразное, но оно не должно быть чем-то таким воодушевляющим, что я вот сейчас там пойду, там вот такую пасту съем, не знаю, ну, в общем, как это бывает обычно, да. Не надо, когда человек, вот он когда не знает, он начинает искать. Он начинает искать, он начинает смотреть картинки, он начинает искать рецепты, у него тут, естественно, там слюни бегут, все сразу есть хочется. В Инстаграме еще есть такое вот понятие, как фудпорн, да, они там даже так подписывают. То есть это очень красиво снятая, прям вот возбуждающая аппетит еда, и очень красиво едят, там как-то подают. Ну, в общем, это все, естественно, приводит к своим последствиям. Запахи тоже. То есть человек проходит мимо кофейни, чувствует запах кофе, запах ванили или корицы, то есть свежевыпеченных там каких-нибудь булок. И если у него не настроен вот этот режим питания, не отлажен пищевое поведение, он может сорваться, он может зайти и просто... А если он знает, что, ну, а смысл? Ну, даже если он купит эту булку какую-нибудь, да, вот ему прям сильно захотелось этой булки, он ее купит, но он ее съест после обеда или после своего завтрака. Вот, например, идет на работу и понимает, что, ага, завтрак я там распал, но я так себе настрою, что у меня всегда в день будет завтрак. Вот я сейчас приду, у меня там с собой яйца, у меня там каша какая-нибудь, и вот это вот, ну, ладно, бог с ней булка. То он все равно по своим калориям не переест. Вот. И он уже не будет чувствовать себя таким бедным, несчастным, что ему все на свете нельзя, как Карлсон, да, в самом несчастном мире человек. Вот. Да, также еще что, запахи подавляют активность бурого жира, снижают процесс жирожигания, усиливают аппетит, окей. Доступность пищи, хранение еды, то есть если у вас нету дома, ну, не у вас, а у клиентов ваших, нету дома того, из чего можно быстро и правильно приготовить, то будут искаться альтернативы. То есть он будет искать то, что либо уже приготовлено, либо закажет готовое, либо съест что-то из серии печенья, какой-нибудь там вот такого плана. Ну, то есть все, что под рукой. Окей. И в итоге кому сколько раз в день есть все-таки, да, то есть самые негативные вот проявления, они были у тех, кто ест более шести раз в день, да, то есть среднестатистическому человеку все-таки достаточно есть три раза в день, ну, может быть, четыре раза в день. Для этого нужно человеку задать один простой вопрос. Через сколько после основного приема пищи, нормального, плотного, сбалансированного, вы чувствуете аппетит? Он может сказать через два часа, окей, через два часа. Он может сказать через пять часов, окей, все окей, поначалу все окей, хорошо. То есть человек, который чувствует появление аппетита через два часа, он может выдержать смело два с половиной три. То есть вот к той цифре, которую человек говорит, прибавляйте 30-60 минут, ну, если, допустим, он говорит три часа, добавляйте 30 минут. Если он говорит два часа, добавляйте, там, час можно давать, в принципе. Вот. Поэтому это тот режим питания, который на первоначальном этапе будет для него актуальным. Через два месяца можно попробовать уменьшить. То есть уменьшить на один прием пищи. Если было, допустим, пять приемов пищи каждые три часа, через два месяца можно попробовать сдвинуть. То есть делать четыре приема пищи каждые четыре часа. Еще через два-три месяца можно еще сдвинуть. Если вы понимаете, что человек научился, он сам регулирует эти процессы, он управляет ими, он не парится уже в плане калорий, он ест все, что он хочет, просто он ест это в одно время. Даже если человек съел три приема пищи по 500 калорий, ну, цельными продуктами этого сложно добиться. Я вам сразу скажу. И он это может съесть, если это миксы какие-то. То есть выпечка, там, всякие сладости или салаты какие-нибудь с майонезом, да, таким можно наесть много. А если это кусок мяса, рыбы, птицы, овощи, какая-нибудь крупа, и даже сыр, яйца, там, авокадо, зелень и прочее, он вряд ли наест за один прием пищи даже 500 калорий. Ну, если только там орехов будет супермного, ну, это тоже нужно рассказывать, сколько чего можно съесть. Вот. Поэтому постепенно. Кому подойдет два приема пищи в день? Ну, тем, кто будет соблюдать интервальное голодание. Тот, кто, например, вообще никак не может завтракать, но еще дальше об этом скажем. Или человек суперзанятой, которому суперудобно есть два раза в день. Он поел утром, к примеру, там, в 8, и он поел в 4 или 5 часов, и ему это просто вот так вот за глаза. Я знаю людей, которым удобно есть один раз в день. Они едят либо завтрак, либо обед. Они не выглядят очень худыми, истощенными. У них нет дефицита мышечной массы. При том, при всем, ну, то есть они при этом активны. Надо понимать, что они при этом еще активно двигаются. И вот они едят один раз в день. Им комфортно. Считаю ли я это физиологичным? Нет. Не считаю. Все-таки нужно нагружаться чуть побольше. Вот. Но, смотрите, отталкивайтесь от особенностей вашего клиента. Дробное питание к чему приводит? Да, вот когда есть такая рекомендация, питайтесь часто дробно. Часто дробно – это как раз вот это вот самое бесконечное хомячество, когда человек постоянно ест. И вот кажется, что он глушит чувство голода. На самом деле нет. Я вам показывала картинку. Чем больше приемов пищи, тем больше у человека чувства голода из-за инсулина, подавления грелина и так далее. Человек ест на автомате. Он ест неправильную еду. У него из-за этого неконтролируемое переедание. Он начинает считать калории. Он уходит в какую-нибудь орторексию, в нарушение пищевого поведения. Короче, невесело. Он уходит в стресс и так далее. И плюс еда, она часто выступает источником эмоциональной компенсации. То есть человек есть не хочет на самом деле. Но он пришел вечером с работы, уставший, голодный, злой. Говорит, господи, что ж я не заслужил, что ли, сегодня? Я ж так поработал хорошо. Я такой молодец. Ну что я себе не могу позволить кусок колбасы в конце концов? Да, или там еще чего-нибудь, или там кусок торта. И в итоге позволяет себе, действительно успокаивается. Еда его в этом плане успокаивает. Плюс он садится, он расслабляется, он в комфортной для себя среде. Еда растягивает его желудок. То есть это влияет на вагус, на блуждающий нерв. Он реально расслабляется. Но только надолго ли собаке блин, что называется, да, ровно до следующего утра. Если там еще был алкоголь, там еще и дофаминовые нейроны будут истощаться. Ну, в общем, это все на самом деле ложно. Для того, чтобы ему расслабиться, ему не нужно есть. Если он понимает, что он, приходя домой вечером, вот из-за такого расслабления съедает много, съедает больше, чем нужно, и это происходит на регулярной основе, значит, надо поужинать не дома. Вот просто. Он идет с работы, заходит куда-то, там, в кафе или в магазин, или еще куда-то. Он берет ровно вот столько, сколько ему нужно для того, чтобы подавить свой аппетит. То есть салат, миска, она может быть большая, допустим, и там кусок мяса или рыбы, или еще чего-нибудь, да. Он это съедает и приходит домой, и уже не заморачивается, чтобы ему съесть. Но расслабиться таки хочется же все равно. То есть он будет искать другие альтернативные какие-то стимуляторы. Это либо социальные сети, либо телевизор, либо алкоголь, либо еще что-то. Но можно ему попробовать помочь по-другому расслабиться. То есть он может, например, где-то у меня потом будет этот слайд, он может, например, залезть в горячую ванну, расслабляющую. Это можно делать с магниевой солью, можно с имбирным чаем. 20 минут в ванне с имбирным чаем снимает любой стресс. Можно, как мы деток, в лавандовой соли купаем. Или экстракт лаванды добавляем, или эфирные масла можно положить, допустим, поставить палочку рядом. Тоже будет хорошо расслаблять. Вообще, для того, чтобы не было выгорания, вот эти вот все нейромедиаторы стрессорные и гормоны стрессорные, адреналин, норадреналин, нужно сбрасывать физически. Не надо там вот вечером прямо как-то активно двигаться, заниматься, еще что-то. Можно просто потянуться, можно сделать растяжку, можно посгибаться по типу наклонов, такого вот плана поделать. Можно на массаж, в конце концов, сходить. Можно на прогулку сходить. Хорошо, если дома ждет собака, с которой обязательно надо пойти, допустим, погулять вечером. Можно, ну, в конце концов, пойти на прием к психологу, записаться регулярно, ходить. Можно вести дневник эмоций. Много чего можно, но люди ленивые. И вот все об этом знают, но мало кто делает. И тут, наверное, действительно нужно человека замотивировать. Мотивации у человека всегда две. Кто знает какие? Здоровье. Здоровье – это первое. А второе? Молодость. Внешность, красота, молодость. Если объединить, для чего это все? Одобрение общества – это все для чего? Счастье, отношения, самоощущения. Секс. Это все нужно для одного. Вот две мотивации – здоровье и секс. Все. Вот, поэтому в зависимости от того, чем… Женщина, знаете как, хочет, например, там, вот она развелась, вот она хочет заново выйти замуж, завести отношения, худеет. Почему? Красивое буду платье себе, красивое куплю, мужчины на меня будут смотреть. Да просто все. Чтобы раздеться и не чувствовать себя неуверенно. Так что можете давить на эти болевые точки. Кому-то на здоровье, а кому-то прямо вот на самое больное. Смотрите, в долгосрочной перспективе, когда человек ест три раза в день, вот вы можете видеть, да, вот по этой вот прямой, вот на протяжении всей жизни ест три раза в день, то в течение жизни он будет поддерживать свой вес. Поэтому, если вы хотите поддерживать свой нормальный вес, можно есть три раза в день и все. Те, кто ест четыре раза в день, они с возрастом постепенно набирают от своего там веса, скажем, 18 лет. Мы вес в возрасте 18 лет берем условно за основу. Если это женщина, то мы добавляем плюс килограмм на каждые роды. То есть, вот допустим, там, была она там 60 килограмм, а потом у нее родилось двое детей. Ну, то есть плюс 2 килограмма мы накидываем. И в любом возрасте она может держать, по идее, такой вес. Это нормально, это физиологично. Что у нее изменилось? Да, ну, будут меняться пропорции мышечной, костной, жировой ткани. Нормально гулять в пределах 5-7 килограмм. Но в целом плюс-минус она всегда такая должна быть. Если 5 приемов, 6 приемов пищи, видите, там сильно. Если 2 приема пищи, 1 прием пищи, то с возрастом человек будет уменьшаться в весе. Вот. Что люди говорят? Говорят, что им некомфортно. Некомфортно соблюдать недробное питание, некомфортно выдерживать вот этот вот 3-4 разовый режим. И вроде вот от такого большого приема пищи появляется тяжесть в желудке, а у кого-то там сонливость, у кого-то снижение энергии. Но параллельно, конечно, дальше вы это узнаете. Нужно работать и с кислотностью желудочного сока, чтобы белки нормально усваивались. И пропорции соблюдать определенные в тарелке. То есть не набивать себе пузо, грубо говоря, только белками или только овощами. И про скрытые пищевые непереносимости вы дальше узнаете. Но, в общем, есть определенные такие рычажки, которыми мы можем управлять. Дальше. Белок нужно вообще по-хорошему включать в каждый прием пищи. Но не каждый человек это нормально выдержит. Все зависит от его еще уровня физической активности. То есть не каждому это надо. Если у человека очень активный умственный или физический день, белок, безусловно, нужно включать в каждый прием пищи. Но если это день отдыха, допустим, он вполне может себе сделать разгрузочный день без белка вообще. Побыть только на крупах, на овощах, к примеру. Но это индивидуально. То есть не надо так делать каждый день, если человек вообще булкой, он ничем не занимается. Понятно. Белок в летний период меньше. От сезона? Ну, если летом человек пашет на огороде, то тут... Три раза белок летом. Три раза белок летом. Ну, в зависимости, опять же, от умственной физической нагрузки. Лето, не лето, и опять же, смотря какой белок. То есть белок бывает тяжелый, телятина, говядина, какая-нибудь фасоль. Бывает белок легко усвояемый, яйца, рыба, морепродукты, дворок легко усвояемый белок. То есть в зависимости от... Повторюсь, здесь не будет универсального инструмента, что всем одно и то же. Надо думать. Медики отличаются тем, что нам приходится думать. Всегда. Потому что не бывает двух одинаковых людей. Даже одно яйцевые близнецы, блин, это разное. Хотя генотипы у них одинаковые. Они могут либо переедать, потому что, когда человеку даешь полный карт-бланш, говоришь ему, вот ешь три раза в день, но наедайся до сыта. Они могут обжираться, простите. То есть он может прямо съедать просто какую-то очень огромную порцию. Или не доедать. То есть он не может съедать большую, очень большую порцию. Он за счет того, что три раза в день питается, он в итоге сильно не добирает. Нужно плавно снижать частоту приемов пищи. Мы об этом с вами говорили. Выстраивать график прежде всего по сытости. Начиная с завтрака, сытый завтрак, сытый обед и уже там небольшой сытый ужин. Про метаболическую гибкость мы еще с вами сегодня поговорим. Ну и если вдруг человеку нужен полезный какой-то перекус, все-таки три приема пищи ему мало, а четыре приема пищи много, то между обедом и ужином можно сделать небольшой полезный перекус. Это может быть, например, свежая морковка, или сельдерей свежий, или огурец какой-нибудь, плюс небольшое количество орешков. Небольшой – это 20-30 грамм. Можно здесь броненапиток какой-нибудь еще выпить, допустим, бронечай, бронекофе, бронекакао. Броне – это с маслом. С кокосовым молоком, или с кокосовым маслом, или с маслом МСТ. Но без сахара. Без любых, вообще любых, каких бы то только можно было углеводов. Только клетчатка. Такие жиры легче заходят в митохондрию и повышают уровень энергии у человека. Завтрак. Важный прием пищи. Самый важный прием пищи. Это прямо научно доказанный факт. Бедает – это брекфаст дает. То есть это основа. Завтрак, когда делается основой. Или зе дает. Ну, то есть за диета – завтрак. Вообще хорошо подходит для утреннего хронотипа. То есть для тех людей, которые утром просыпаются уже голодными. Почему они просыпаются голодными? Потому что у них, значит, снижается уровень мелатонина к утру. Уже вот он низкий здесь. Повышается уровень кортизола и повышается уровень инсулина. Но если вот утром инсулин высокий, то днем он еще выше. А ночью он совсем низкий. И дальше я вам буду показывать, как инсулин, точнее низкий инсулин, если съесть вечером что-то или ночной перекус, как сильно реагирует на это инсулин. Поэтому утренний хронотип питания, вот, он еще называется ИТРФ. Вот по аббревиатуре. Или Time Restricted Feeding. То есть это в любом случае будет небольшая рестрикция калорий, будет чистые промежутки, будет режим питания, будет интервал в плане фастинга. Но большая часть еды, она приходится на утренний прием пищи, вообще на первую половину дня. То есть такому человеку проще отказаться от ужина. Он съедает завтрак, он съедает обед, и может быть какой-то там перекус 4 часа, а может быть и без перекуса. В этом случае завтрак должен быть по типу английского, но не овсянка, а вот классический английский завтрак, где яйца, мясо, там бекон, может быть, или сосиски. Но переработанное мясо, это, конечно, не очень хорошая стратегия во всех смыслах этого слова, но, тем не менее, вот начинать его можно и нужно с белка. Небольшое количество углеводов там может быть, жиры там, безусловно, должны присутствовать. Такой завтрак при утреннем хронотипе дает очень хорошую сытость. Белок вообще дает хорошую сытость, жиры тоже, но в меньшей степени, вот просто он больше подходит вот таким вот утренним представителям. Это те, кто просыпается голодный, кто в течение 15 минут уже готов позавтракать. Вот. Ну, даже в Советском Союзе были такие картинки, да, плотно завтрак и плотно ужинаю. Это отсюда же завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужина дай врагу. У меня нет столько врагов, кому их отдавать до ужина? Вот, но тем не менее. Преимущество вот этого утреннего ТРФ, раннего ТРФ, похудение, контроль аппетита, коррекция инсулино-резистентности, влияние на фертильность, потому что инсулино-резистентность ее гасит просто, снижение уровня стресса, атеросклероза, сахарного диабета и прочих других неприятностей. То есть преимуществ много. Что касается атеросклероза, вот здесь опять же речь идет только про завтрак, да, люди, которые завтракают, которые не завтракают. Вот смотрите, все, что отмечено синеньким, это люди, которые плотно завтракают. Вот. Все, что оранжевым, это люди, которые на завтрак Выпивают чашку кофе, допустим, с сахаром Или съедают маленькую печенюшку и побежали А серым отмечены люди, которые вообще не завтракают И красный – это, в общем-то, средняя популяция То есть независимо от завтрака Просто риски атеросклероза в средней популяции Так вот, можете здесь заметить, что люди, которые не завтракают У них всегда уровень атеросклероза коронарного, некоронарного Будет выше по сравнению с людьми, которые даже хотя бы чуть-чуть завтракают Даже хотя бы печенюшку в себя вкинут Но у них, видите, среднепопуляционные риски атеросклероза остаются А люди, которые плотно завтракают У них всегда будут риски развития любого атеросклероза ниже среднепопуляционного То есть хороший такой момент Но есть и вечерний хронотип питания Это когда люди больше могут съесть во второй половине дня Они позже ложатся, у них более выраженная вечерняя активность Им проще пообедать и поужинать Но пропустить завтрак, по завтраку, допустим, пообедать в 12 часов или в 2 часа Но надо понимать, здесь один очень тонкий момент Он касается как раз пиков выработки инсулина Вот смотрите, утренний инсулин, да, он высокий, но тем не менее Поэтому утром хорошо есть как раз-таки загружаться белками и немного углеводами Вот это вот обеденный инсулин самый высокий Тут хорошо загружаться углеводами Ну, белки, жиры тоже могут быть А вот это вот ночной инсулин То есть, смотрите, если человек допускает какой-то вечерний или поздний ночной перекус То уровень инсулина у него вырастает в 2 раза больше по сравнению даже с утренним Ну, отсюда и воспаление, и прочие неприятности, и отсутствие сжигания жиров Кстати, инсулин и углеводы вечером не дают нормально засыпать Не то что засыпать, а спать Чем глубже вы спите, тем ниже у вас уровень инсулина Тем лучше вы восстанавливаетесь, тем больше вы худеете А если вы, ну не вы, а там, скажем, кто-то поел вечером То, соответственно, уровень глюкозы будет выше в крови Уровень инсулина будет выше Сон будет не таким глубоким Человек будет не таким отдохнувшим Жиры у него, кстати, жиры горят тоже по циркадным ритмам с нуля до 3 часов ночи Поэтому не лег до 12 часов ночи, профукал свой процесс липолиза, что называется И человек, который плохо спит, он ест Имейте это в виду Это прямо аксиома Не спишь, значит ешь Хорошо спишь, значит в течение дня будет более управляемое пищевое поведение Поэтому наладить людям сон Вот это то, о чем я вам говорила Скелет здоровья, режим питания, двигательные активности Работа, отдых, стресс и сон-бодрствование Наладить этот режим сон-бодрствование Очень-очень важно для вот этих процессов Вечерний хронотип, он в большей степени связан с увеличением жировой прослойки С нарушением обмена веществ Если эпидемиями, там саркопения Саркопения это потеря мышечной массы Избыточная масса тела Нарушение углеводного обмена И даже депрессия Депрессия и тревожные расстройства Ну это в большей степени будет связано с грелином И последующим синтезом дофамина Отсюда депрессии Вот, поэтому, ну все-таки Вечером питаться можно в некоторых случаях Но старайтесь человека перестроить Немного перестроить То есть сместить на чуть пораньше ему ужин Или отменить один раз ужин Потому что иной раз человек говорит Я не хочу завтракать А вы попробуйте забрать у него ужин И спросить у него на следующий день Хочет ли он завтракать теперь Ну, может с одного раза не получится Уберите из трех дней ужин И посмотрите, будет ли, начнет ли человек завтракать Вот если он начнет завтракать То основная проблема была в том, что он просто переедает вечером Он, у него желудок еще Ну он не полный, конечно Но пищеварительный тракт хуже работает Вечернее и ночное время Поэтому у него еще какие-то процессы пищеварительные идут Он поэтому не хочет есть Тот, кто все равно не хочет есть Бывают такие представители Не нужно их насиловать, естественно Но нужно объяснять им риски С какими вечерними проблемами сталкивается человек? Это белый свет То, о чем мы говорили Белый свет равно ощущение, что световой день Равно ощущение, что полдень Полдень – это высокий инсулин Высокий инсулин надо поесть То есть человека будет тянуть на еду Просто из-за избытка света Стресс Вот тот самый Человек его пытается сбросить самыми разными способами Голод Тоже Вот если человек плохо ел в течение дня Вечерний голод, конечно, он не даст ему спокойно заснуть Ложиться спать голодными и не надо В принципе, нужно Вот мы ориентируемся по сытости И сытость на ужин должна быть такая Чтобы хватило не до завтрака А до момента отхода ко сну Чтобы человек не захотел есть до момента отхода ко сну Вот И не просыпался потом от голодных болей Про эмоциональный голод поговорили Ладно, это все окей О, кутежное поведение Про это я вам тоже, в принципе, говорила Что стоит только Это даже не про алкоголь Стоит только вечером расслабиться Позволить себе съесть кусочек чего-нибудь Начинается вот этого бедотня То самое Если у человека не выстроено пищевое поведение Или если он заедает какие-то эмоциональные проблемы Совы и жаворонки Я в это не особо на самом деле Ну, я верю, конечно, в это Это нельзя отрицать Это научно доказанный факт Но совы и жаворонки Отличаются друг от друга с интервалом в час Всего-то в час Поэтому говорить о том, что я сова Я вот сейчас до трех ночи буду не спать и есть Наверное, неправильно То есть, где жаворонок заснет в 10-11 часов Там сова заснет в 12 и все Ну, как бы Ну, попробуйте посдвигать Попробуйте договориться с человеком Не сразу так Вот он, допустим, в 3 часа ночи ложится спать А в час он ест Ну, как по правилам За 2 часа до сна Все, он молодец Ну, хорошо Ну, давайте попробуем чуть сдвинуть Ваш ужин чуть на пораньше Давайте на полчасика сегодня А завтра завтрак чуть пораньше Да, это приведет его к тому, что ему придется раньше просыпаться Раньше засыпать и раньше просыпаться Нам это только на руку в целом А ему нужно объяснять важность Вот и все Надо ли комментировать? Ну, есть такое понятие Оно, естественно, не научное Ночной жор Ну, вот, да Если человек мало съел днем Он автоматически может добирать ночью Это, конечно, гормональное расстройство Прежде всего Что может человека разбудить ночью И заставить его пойти к холодильнику Это два гормона Инсулин и кортизол Вот Если у человека будет инсулин Он проснулся и пошел к холодильнику Его будет тянуть на выпечку И вообще люди, которых тянет на выпечку У них инсулинорезистентность, скорее всего Просто на булки На сдобу А если человека тянет на шоколад На шоколад, на сладости Ну, в основном шоколад Это кортизол Инсулин может разбудить в любое время После пробуждения То есть вот человек может лег в 11, 12, проснулся Пошел к холодильнику Кортизол будет где-то в 2-3 часа ночи Тоже пошел к холодильнику Если человек просыпается в 3-4 утра И потом долго не может заснуть Это дефицит гормона роста Он может здесь не пойти к холодильнику Он просто будет мучиться Лежать и не мочь Как если правильно так сказать Да, уснуть дальше Вот Ему нужно проветрить комнату И ему нужно засыпать в прохладной комнате Ему нужно активировать бурый жир Ему вообще нужно переходить На какой-то вариант закаливания Да, есть даже способы искусственной стимуляции Вот этого гормона роста Не введением гормональных препаратов А криотерапией Есть такие крио-сауны, крио-капсулы И вот сеансы с 10-14 Вот такой вот курс Ощутимо повышает уровень гормона роста Который в естественных условиях Снижается у людей старше 35-40 лет Ну, то есть он постепенно с возрастом снижается Как понять у себя Есть ли у вас дефицит гормона роста или нет Это не только потому Просыпаетесь вы в 3-4 утра или нет Можно сделать щитковый тест То есть вот здесь, на этой, допустим, поверхности Или здесь Сделать и посмотреть, насколько у вас морщинистая кожа Насколько она такая гусиная становится То есть мелкий-мелкий-мелкий морщинистый такой тип кожи И вот чем более она дрябла, если так можно сказать Чем более вот этих вот больше гусиных лапок Тем меньше гормона роста Окей Окей, окей Ну ладно Но ночной жор можно сказать, что он есть Только если он присутствует на протяжении трех месяцев Тогда да Если человек один раз за ночь встал к холодильнику И что-то съел Ну, в общем, ничего страшного Такие моменты, как, например, ночная лактация И сильное чувство голода у кормящих женщин Которые ведут их к холодильнику Ну, патологии в целом не считаются Но лучше, конечно, и даже кормящим мамам Стараться соблюдать этот режим Почему они идут к холодильнику Почему вот это чувство сильного голода А не сильное чувство, наоборот, сна Что я сейчас покормлю и быстрее лягу спать Потому что они не доедают Они не успевают Просто нормально поесть в течение дня не успевают Тот, кто успевает, таких проблем не испытывает Итак Еще раз Давайте основные моменты проговорим Мы начинаем отстраивать рацион питания с утра Мы учим человека съедать достаточно На завтрак и обед Заранее продумывать все приемы пищи Прежде всего ужин Ужин должен быть легче, чем дневные приемы пищи Социальный ужин – это понятие такое Когда человек, допустим, привык ужинать с семьей Или раз в неделю с друзьями Это его расслабляет Это дает ему хорошие, на самом деле, эмоции Семейные традиции – это хорошая практика Я вспоминаю себя в детские годы И помню, как моя мама, например, всегда ждала отца Что типа Нет, папу, дождемся, сядем ужинать Или там сядем обедать И как-то нормально все это переносилось И действительно воспринималось А еще в более раннее время Вообще такая была традиция Вся семья собиралась за столом И даже люди, когда работали в поле Они брали с собой скатерть На эту скатерть выкладывали все Выделяли время, садились Значит, обедали, потом могли поспать Там минут 15-20 Молодцы были Не то, что мы с вами сейчас Вроде бы учимся правильным вещам Но они настолько знакомы нашим генам Знакомы нашим предкам Что даже как-то странно Фастинг Фастинг – это перерывы между приемами пищи Это интервальное голодание Если можно так сказать Фастинг нужен для чего? Ну, во-первых, для нормализации веса Если он есть, допустим, лишний Для коррекции самых разных заболеваний Прежде всего, основное показание – это инсулинорезистентность И сахарный диабет второго типа Фастинг на сахарный диабет первого типа Ложится плохо Интервальное голодание Вот, об этом будете, по-моему, в следующем Ну, когда модуль будет по белкам, жирам, углеводам Вот там это будете разбирать Жировой гепатоз тоже хорошо лечится интервальным голоданием Не алкогольный жировой гепатоз Гепатоз – это состояние, когда Печеночные нормальные функционально активные клетки Заменяются на жировую ткань Либо на фиброзную ткань То есть на соединительную Процесс обратимый Печень – быстро восстанавливающийся орган Главное, ну, здесь применить определенные меры Очень хороший антиэйдж-эффект И в плане антиэйджинга Не обязательно всегда быть на интервальном голодании Там есть определенная стратегия Например, раз в квартал – пять дней интервального голодания Некоторые школы говорят раз в месяц – пять дней подряд Интервального голодания А все остальные дни, как бы, они условно обычные Профилактика нейродегенеративных заболеваний Особенно, если есть к этому генетические предпосылки Это болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона И другие нейродегенеративные заболевания Если семейный есть такой анамнез То профилактика будет не лишней Болезнь Альцгеймера называют Ну, так, за глаза, пока не научно Сахарным диабетом третьего типа Вот, то есть там, во-первых, инсулинорезистентность клеток мозга Во-вторых, гиперактивация МТОР Вот этого самого, который приводит просто К бесконечному росту количества бета-амилоида Вот, и накопление бета-амилоида И тау-протеина – это основная причина Развитие болезни Альцгеймера И потери вот этих вот нейронных связей Там при болезни Альцгеймера вообще очень интересно Ну, не буду вас грузить Может, потом расскажу на следующем модуле Вот, в общем, чтобы так Интригу держать не буду Абсолютно здоровые клетки получают сигнал к суициду Если рецептор поделился неправильно Он делится неправильно, если на него не сел Никакой нутриент, то есть дефицит макро-микронутриентов Либо сел, допустим, вот этот вот бета-амилоид Тогда клетка понимает, что среда небезопасна Или сел, допустим, тяжелый металл Клетка понимает, что среда небезопасна Здесь рыбы нет, что называется Передает по нервному волокну это другой клетке Та другой клетке и теряется целая нейронная сеть Абсолютно здоровых функциональных нейронов Просто они погибают Вот, такая вот история Так, улучшение самочувствия Контроль депрессии тревожных расстройств Да, и даже применяют на фоне химиотерапии Вообще, что касается химиотерапии И вот этих вот онко всех дел Там у людей есть одна большая проблема Им надо есть, а они не могут есть Они не хотят Они не хотят Им надо вводить макро-нутриенты, белки, жиры, углеводы В адекватном количестве Им нужно давать витамины Они не могут, их тошнит Они не могут, у них нет аппетита И в итоге вот здесь вот фастинг Может стать такой стратегией выбора В том плане, что окей-окей Мы тебя там постоянно третировать не будем Но вот два раза в день нормально поешь А потом как бы вот отдыхай Ну и это запускает аутофагию То есть это еще и влияет на снижение скорости И темпов роста вот этих вот ботогенных тканей В чем преимущество? Это довольно простая стратегия Опять же, человек посчитал количество часов Не считает калории Ему дан карт-бланш три раза в день Ешь что хочешь, сколько хочешь до полной сытости Но из цельных натуральных продуктов И все, он действительно ест все, что хочет Не считает при этом калории У человека высокая комплоентность Комплоентность – это степень доверия Это вот, например, есть такое понятие Комплоентность между врачом и пациентом Или вот между нутрициологом и клиентом Это значит, что человек прислушивается Он доверяет, он выполняет рекомендации Он в случае чего обращается только вот к этому человеку А здесь в данном случае к этой стратегии Он ей доверяет Отсутствуют пищевые ограничения Много вариаций по еде Контроль голода и аппетита То есть человек сам понимает Вот, кстати, есть еще такая система питания Как интуитивное питание, знаете, да? Когда человеку говоришь Ешь все, что хочешь Вообще все, что хочешь, ешь У детей хорошо работает на самом деле Если они не знакомы с сахаром Они будут действительно выбирать то, что они хотят Сегодня они едят мясо Завтра они его не едят Послезавтра они едят только одну морковку целыми днями У взрослых так не работает Потому что пищевые рецепторы атрофированы Забиты сахаром, солью, глутаматами И прочими историями вот этими И поэтому интуитивное питание Можно пробовать у человека только тогда Когда он полностью ушел от сахара, кофеина, алкоголя Когда он наладил свой режим питания И перешел на цельные продукты А не, ну вот эти вот все порошковые и многокомпонентные Так, гибкость, окей Как я уже сказала, низкое чувство голода Потому что когда человек знает, в какое время он будет есть Знает, что он будет есть У него голод появляется только в это время Все, он привыкает Да, сложно первые 2-3 дня Когда человеку мы, допустим, говорим Ну, это такая, знаете, давняя стратегия Не есть после 6 Сейчас она по-умному называется Называется фастинг 10-14 Вот, как раньше мы всегда говорили Не есть после 6 И первые 2-3 дня становится сложно Непивычно А потом, вот, пожалуйста Все, все проходит Но, смотрите Чем фастинг отличается принципиально От подсчета калорий И от хронического ограничения калорий Ну, по сути, ничем Потому что фастинг, он тоже приводит Так или иначе, к ограничению калорий Человек за эти 2-3 раза Все равно не съест столько Сколько он мог бы съесть За периоды бесконечного кусочничества Но в плане сброса веса Допустим, фастинг более эффективный В плане чувствительности к инсулину Фастинг тоже более эффективный Ну и минусы Это ограничительное поведение Когда у человека развивается ипохондрия Орторексия Это психиатрические состояния Поэтому, если человек Все буквально досконально Измеряет и так далее Ограничивает себя во всем Потом срывается Его бы, как минимум, показать психологу Как минимум То есть там эмоциональная компонента Не прошла Ну и, смотрите Фастинг То есть время приема пищи Количество приема пищи Положительно влияют Практически на все системы Нашего организма В крови повышается уровень кетоновых тел Это неплохо Это не кетоацидоз Которого боятся при сахарном диабете Это состояние кетоза Которое позволяет организму Так же эффективно расходовать жиры В качестве источника для производства энергии Как и углеводы Углеводы расходовать проще Они понятнее Они доступнее, как правило А жиры организм расходует не всегда Это такая, так называемая Метаболическая ригидность Метаболическая жесткость Мы во второй части сегодняшней лекции Будем о ней говорить А метаболическая гибкость Это когда организм усваивает Нормально использует и жиры И углеводы для производства энергии Поэтому повышение в крови кетоновых тел Это неплохо Повышение уровня адипониктина И регуляция аппетита Повышение уровня кортизола и грелина В небольших концентрациях Это тоже неплохо И повышение уровня адреналина И норадреналина Это неплохо Когда это в малых концентрациях И не на фоне стресса На фоне дозированного стресса Вот голод Многие говорят Я не могу выдерживать длительные интервалы Между приемами пищи Меня буквально начинает плести Мне все болит Мне так плохо Я не могу Вот самый максимальный интервал 3,5-4 часа Что происходит с человеком? Он не впадает ни в какую гипогликемию Он начинает трясти У него появляется пищевое Такое активное поведение Он думает, что бы ему съесть У него может там поболеть Немножечко живот Усилится перистальтика Это что происходит? Это выделяются адреналин и норадреналин Которые идут на расщепление Собственных жиров И утилизацию использования В качестве источника энергии Все Это момент, который можно перетерпеть Если при этом голова сильно кружится? Если голова сильно кружится Вопросы к детоксикации То есть вполне возможно Что человек в интоксикации очень Или, ну сильно Или у него, допустим Отобрали кофе До этого было много кофеина Отобрали чай и кофе Он без них не привык Вот, надо постепенно сокращать И эти продукты тоже Как правило, много консервантов Дают вот такую вот интоксикацию Поэтому Если кружится голова Если болит голова Это значит, что жировая ткань Начала уже расщепляться Из нее выходит определенная часть токсинов И это приводит к состоянию интоксикации Гриппоподобным состоянием бывает такое Если холодный пот Если тремор Если человек бледный Как вот эта вот стена Тогда, конечно, надо подумать О гипогликемии То есть у него, возможно, Есть какое-то уже выраженное Нарушение углеводного обмена Он просто недообследован И такие интервенции Плохо на нем отразятся Так часто бывает у женщин С патологией щитовидной железы Нарушение менструального цикла То есть у них есть Исходно Нарушение углеводного И жирового И белкового обмена То есть нарушение обмена веществ Нельзя такие вещи делать беременным Нельзя такие вещи делать кормящим Людям восстанавливающимся После серьезных заболеваний То есть мы начинаем это практиковать На условно здоровых людях Которые находятся сейчас Просто вот Ну в таком своем привычном Стабильном Может не очень хорошем Но тем не менее состоянии Обычном Снижается в крови Уровень глюкозы, инсулина Инсулиноподобный фактор роста Снижается уровень лептина Ну либо нормализуется Уровень триглицеринов Уровень воспалительных факторов В том числе цириактивный белок Ну и по всем остальным органам Это можно также пройтись То есть дальше это все будет дублироваться Короче говоря Общий оздоровительный эффект Он таки будет Даже если у человека нет никаких проблем Общий оздоровительный эффект будет Причем мне нравится В этой системе то Что интервальное голодание Начинается от 13 часов То есть пищевая пауза Может быть 13 часов Пищевая пауза Это время от ужина до завтрака Более конечно Ну такая скажем Распространенная тенденция Это 10-14 Когда пищевая пауза 14 часов От ужина до завтрака А пищевое окно От завтрака до ужина 10 часов То есть если человек Поужинал в 6 Он позавтракает в 8 И это нормально И это нормально А если мы говорим Про 13 часов То он поужинает в 7 И позавтракает в 8 Ну вообще не сложно Мне кажется Как минимум Такую стратегию Можно соблюдать 5 на 2 5 дней в неделю Человек придерживается Интервального голодания 2 дня в неделю Допустим Пятница и суббота Спокойно встречается С друзьями Проводит время В кругу семьи В конце концов Имеет полное право Заказать себе пиццу Он всю неделю работал Вот это эмоциональные компоненты Я шучу конечно Но в каждой шутке Сами знаете И если мы берем Допустим Просто рестрикцию калорий То есть ограничение калорийности Подсчет калорий И берем интервальное голодание То эффекты будут очень схожи То есть в конечном счете Все приведет Долгожительство И понятно И на мышах Это тоже подтверждается То есть эффекты будут похожи Но только от интервального голодания Эффектов больше В том плане Что там еще режим перестраивается И процесс вот этого Чистого промежутка Он будет Время Чистого промежутка будет больше Соответственно Времени на аутофагии Будет больше Вот Аутофагия Митафагия То есть Отмирание старых Отживших митохондрий Что там у нас по времени Ух ты Семь минут Угу Окей Это про то же самое В общем про то же самое Виды Интервального голодания Виды фастинга Мне очень нравится Еда через день Как мы раньше говорили Сколько раз ты ешь Три раза в неделю Понедельник Среда пятница Да Есть такие вот системы Когда 36 часов человек не ест 12 часов человек ест Периодически Могут быть еженедельные Ежемесячные Ежеквартальные В общем разные Начинать можно С 12 на 12 12 часов Это время пищевого окна Допустим 8 завтрак 8 ужин И 12 часов Время пищевой паузы 8 ужин 8 завтрак То есть начиная Вот эта пауза 12 Ну хотя бы Если человек до этого Ел там позже Ну хотя бы Перевести его Вот на такое Потом постепенно Через 2 месяца Перекинуть его 10-14 Если надо По 17-6 16-8 Если надо Если совсем Перед вами там воин Только 20 на 4 20 часов он не ест И только 4 часа он ест Допустим Он ест 12 часов дня И в 4 часа дня Все остальное время Он не ест Есть такие Можно сделать просто Пропуск к пище Вот 12-12 10-14 Это начальный уровень Интервального голодания 16-8 Оптимальный Как бы Но тут вот Не каждому подойдет Вот 10-14 Каждому подойдет Кроме детей Пожалуй И там вот Людей Которым нужно Активно восстанавливаться Беременные Кормящие Люди с тяжелыми Острыми заболеваниями Остальным В принципе 10-14 Всем подойдет Вот уже 18-6 24 Это продвинутый уровень По поводу Утренней, средней, вечерней формы Мы говорили Что утреннее Это завтрак и обед Среднее Это обед и полдник А вечернее Это там Скажем 16-20 Вот так Или 16-22 Примерно Часа Ведь вечернее Будет У кого-то бывает Один прием пищи в день Альтернативный Вот этот вот Альтернат-дэй фастинг 36 на 12 Ну в общем И ограничительные Пищевые протоколы К чему это приводит В конечном счете К снижению Поспрандиального инсулина Повышению чувствительности К нему Повышению функции Бета-клеток поджелудочной железы Это важный момент Потому что У поджелудочной железы Есть хвост В этом хвосте Есть бета-клетки Которые продуцируют инсулин И резерв Он не бесконечен То есть нам природой Дано Определенное количество Бета-клеток С определенными Биологическими часами Которые в какой-то момент Скажут йог Вот Поэтому продление Вот этой вот Жизнеспособности Бета-клеток Приведет к тому Что дольше у человека На протяжении его жизни Будет синтезироваться Адекватное количество инсулина Значит меньше риски Сахарного диабета И прочих проблем Снижается Артериальное давление Если оно было повышенное Снижается уровень Оксидативного стресса Снижается аппетит Особенно О чем здесь О том, что даже Часовое Вот это вот Пищевое окно Приводит к снижению веса Уменьшению окружности талии Снижению артериального давления И плохого холестерина Что тут А, снижение Гликированного гемоглобина И Рест-фул-слип Ну сон, да Улучшению качества сна Улучшению качества сна Ну а это вот Значит Тот, кто не соблюдает Тот, кто ест В вечернее время На мышах Это подтверждается То есть когда человек Ночью не ест Ой, мышка ночью не ест А днем ест Соответственно у нее Вот эти вот все эффекты Ну короче, я вам Наверное уже неоднократно Сегодня доказала Что вот эти вот Пищевые промежутки Чистые пищевые промежутки Они дают очень хороший эффект Даже если будет Пять дней из семи Значит Пищевое окно 16-8 16 часов Это пищевая пауза 8 часов Это пищевое окно Вот человек Допустим Поел В 12 В 4 И в 8 Все Вот он 8 часов ел Ну то есть Три раза за 8 часов Он поел А остальное время у него Он не ест Утреннее, полуденное, вечернее ДРФ Утреннее Это с 8 до 5 Примерно Вечернее Это с 12 до 9 часов вечера Но в целом Эффекты будут примерно одинаковые Но лучше конечно ночью не есть Чтобы не нарушать Саркадные ритмы Диета воина Это 18 на 6 Либо 20 на 4 Всего 2 приема пищи У мужчин переносится хорошо У людей Сильно занятых Переносится хорошо Очень важно Чтобы не терять белок Нужно двигаться Нужно двигаться Это очень важно Ну и бывают люди Как я уже говорила Которые едят Только 1 раз в день У них действительно Очень низкая калорийность У них до 70% снижения Калорийности суточного рациона Они все стройные Я не могу сказать Что здоровые Последний раз Когда я видела Такую женщину Молодая женщина Бизнес-леди Такая красивая Вся ухоженная Мама при этом То ли двух То ли трех детей Говорит Мне очень комфортно Так питаться Все у меня хорошо Не надо меня лечить Но цикла нет Я говорю Как же вы родили Ну меня там Что-то стимульнули Вот Но мне прекрасно Нафига мне эти проблемы Так говорят Я говорю Как давно нет Ну вот как не ем Так и нет Сколько я ем Один раз в день А ест она так Лет 16 наверное Вот столько и нет И прям Очень такая боевая Очень харизматичная Выглядит прекрасно Правда То есть там не скажешь Что какие-то проблемочек Но цикла нет Сами понимаете Что за этим будет следовать дальше А вот Пожалуйста Еда 3 раза в неделю 36 на 12 Ну причем Вот в эти 36 часов Завтрак-то может быть Если человеку совсем тяжело Остальные он не ест А потом 12 часов У него Ну то есть он Вот получается так Полтора дня Не ест Сейчас посчитаю Там получается сутки И еще половинка Потом день он ест Потом ночь И день следующий Он не ест Вот так 36 часов Потом опять день ест И вот таким вот образом Ну скажем так Это не очень просто Это точно не всем подходит Но если у человека Есть избыточный рост Чего бы то ни было Жировой клетки Онкоклетки То в целом Сдерживание вот этого роста За 36 часов Хороший процесс аутофагии идет Поэтому в целом При обоюдном согласии Можно аккуратно попробовать Ага Про эффекты Я вам достаточно Уже сегодня рассказала Вот смотрите Это здоровые люди Здоровые люди Которые просто Скажем так Иногда пропускают Там прием пищи Вот у них Потребление калорий Снижается на 28-37% Поэтому у них нет диабета Нет ожирения Они в целом здоровые Поэтому даже если нет Никаких проблем Окей Можно практиковать 5-2 Из них обычные 5 дней А 2 дня гипокалорийные То есть один только прием пищи Например завтрак Только завтрак Или только обед Для женщин этот прием пищи Будет выходить в 500 калорий Для мужчин в 600 калорий Вот Тоже такая система Но ее особо никто не проверяет Поэтому у нее малая научная обоснованность Про 36 я вам уже сказала FMD Это редуцированная калорийность И соответственно Соблюдение интервалов Не каждую неделю Не каждый день А только с определенными целями Например антиэйджинг Как я уже говорила 5 дней подряд В течение одного месяца Или 5 дней Один раз в квартал Все То есть вот таким вот образом Причем в первый день Ограничивается калораж На 50% Потом остается только 30% отсуточной калорийности Едят мало Но едят редко Но зато 5 дней всего И все Ограничивают белки Почему ограничивают белки? Потому что нужен процесс Не только аутофагии Но и митофагии Когда много метионина Старые митохондрии Не могут никуда себя деть Они будут продолжать Накапливаться в клетке Это знаете Как вот мусор Клеточный мусор Они накапливаются Накапливаются Иной раз занимают Все пространство клетки Но они функционально неактивные Они не производят энергию Там ничего не происходит В итоге Новый митохондрия Негде строится И эта клетка Не производит энергию И не погибает И новый не образуется Сейчас буквально Пару минут И будут вопросы Ограничиваем белки На эти 5 дней Крахмалистые сладкие продукты Но оставляем овощи И жиры Вот Повышает стрессоустойчивость Что еще Снижает Вот эти вот Сирийские мы это проговаривали В принципе Что еще важно Такая диета запускает Обновление стволовых клеток Поэтому Антиэйдж эффект Омолаживание Регенерация Это все Сюда Изменение работы иммунной системы В плане аутоиммунных И онкозаболеваний Профилактика Профилактика И в некотором случае Коррекция аутоиммунных заболеваний Ну и снижение инсулиноподобного Фактора роста 1 Это про устарение Это про инсулинорезистентность Это про прочие проблемы Вот Из того, что мы В принципе Говорили уже Но я еще раз повторю Снижение системного воспаления Повышение нейропластичности За счет синтеза БДНФ Снижение окислительного стресса Что такое окислительный стресс Или оксидативный стресс Это когда накапливается Большое количество Свободных радикалов Свободные радикалы Это отрицательно Заряженные атомы Азота и кислорода Некоторых других молекул Которым для полного счастья Не хватает одного электрона И они этот электрон Начинают отбирать Отбирать у всего Что им попадается на пути Мембрана митохондрии Ядро клеточное Структура ДНК Клеточная стенка Им в общем без разницы В итоге все это ломается Рушится Синдром хронической усталости Развивается на фоне Окислительного стресса Дальше Снижение риска Онкологических заболеваний Но лечить ли онкологию Или не лечить Сейчас Увеличение синтеза гормона роста Улучшение жиросжигания Активация бурой жировой ткани Которая отвечает за сжигание Потом и белого жира тоже Повышение чувствительности к инсулину Тролевали Дальше Продолжим Давайте перерыв Субтитры создавал DimaTorzok